Если у вас возник вопрос, связанный с DrWeb, а именно с его службой DrWebNet Filtering Service, какой именно вопрос? Предположим, вы считаете, что данная служба потребляет трафик. К примеру, у вас ограниченный лимитный интернет или еще что-либо, или же просто вы заметили, что очень сильно просел интернет и скорости нет. Вы пытаетесь понять, действительно ли этот сервис потребляет трафик. На самом деле служба DrWebNet Filtering Service предназначена для того, чтобы фильтровать весь проходящий через него трафик, но сам по себе трафик он не потребляет. Он лишь мониторит все, что происходит на вашем компьютере. То есть любые программы, которые подключены к интернету и пытаются к нему обратиться, проходят через эту службу. Поэтому сама по себе она трафик не потребляет. И это 100%. Поэтому, когда вы видите, что здесь потребляется сеть с помощью этой службы, то не нужно думать, что данная служба потребляет трафик. Ищите проблему в чем-либо другом. К примеру, мы могли получить такое сообщение. Как видите, доступное обновление офиса. Перед этим у меня очень сильно потребляло трафик, но здесь указано этого не было. То есть программа Поново проверяла обновление. Именно поэтому просадки интернета и были. Если все-таки у вас возникнет вопрос, а как же отключить данную службу? Ответ очень простой. Никак. Если вы действительно считаете, что эта служба для вас лишняя, удаляйте антивирусник DrWeb. Конечно же, вы можете зайти в службы. Даже проще сделать так. Открыть службы. И найти эту службу здесь. Как видите, здесь защищено от действий пользователя. То есть, вы не можете ни остановить, ни приостановить программу. Вы можете попытаться сделать тип запуска отключена в свойствах и перезагрузить компьютер. Вероятнее всего, она отключится, но включится снова. Потому что это важная защищающая служба. Важный компонент антивирусника DrWeb. И еще раз повторюсь. Он никакого трафика на себя не берет. Обновление он не проверяет. И ничего не делает. А лишь пропускает весь программный трафик сторонних программ, установленных на вашем компьютере, на наличие угроз. Где же можно найти, что потребляет ваш трафик? Можно, во-первых, посмотреть в автозагрузке и отключить все лишнее, нежелаемое. К примеру, я так и сделал. У меня остались только драйвера. Также зайдите в те программы, которые проверяют обновления по новом режиме и отключите там автоматическая проверка обновлений. К примеру, то же самое я сделаю в офисе. Также можно сделать в Google Chrome и в других браузерах. Вот такая вот информация. Надеюсь, что она будет вам полезна. Если у вас возникли сложности с отключением в программах автоматической проверки обновлений, то вы можете воспользоваться брендмауэром в самой программе Dr.Web. Найдите данный параметр, включите его и внесите правила для приложений. Нажимаем плюс. Ищем данное приложение на диске. Нажимаем ОК. И блокируем все входящие и исходящие соединения. Нажимаем ОК. Появилось новое правило. Таким образом программа вообще не сможет обращаться к каким-либо ресурсам. И это поможет вам снизить нагрузку на ваш интернет. В итоге хочу сказать, что NetFilter никак не влияет на потребление вашего. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещения, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...